Всем привет! Это Андрей Ванин, руководитель управления аналитикой финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции. За 5 минут я расскажу главные новости фондового рынка на этой первой жаркой неделе. 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге проходит ежегодный международный экономический форум. Одна из главных тем форума – технологический суверенитет, в частности в IT. Это хорошие новости для Позитива, Ростелекома, Вике и Яндекса. Все компании растут и удерживают лидерство, а активная поддержка со стороны государства может дать бизнесу драйвер роста и, надеемся, акциям тоже. Но уже в пятницу прилетела новость про Яндекс. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что с компанией нужно действовать по схеме фортума, забрать актив управления и вернуть тогда, когда закончатся внешнеторговые ограничения. То есть буквально пару дней назад рынок верил в мягкий переход, то сейчас тональность резко ужесточилась. Надеемся, что это лишь давление на продавцов. Но кто знает. Идем дальше. На форуме Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства, назвал курс 80-90 рублей за доллар оптимальным для экономики России. Тогда экспортеры смогут восстановить свои доходы. Банк России отметил, что продолжит следить за ситуацией. Слабый рубль хорош для экспортеров. Это способствует росту выручки, чистой прибыли для компаний и, следовательно, их акций, возможно, и дивидендов. Фактически, покупка акций экспортеров может помочь защитить свой капитал от ослабления рубля. Но что значит слабый рубль для нас, как обычных граждан? Наверное, стоит спросить граждан Турции, хорошо это или плохо. После 15 месяцев повышения ФРС США решила сделать перерыв и не стала поднимать базовую ставку, напугав рынок, что может сделать это в дальнейшем. Несмотря на то, что потребительская инфляция снижается 11 месяцев подряд, базовый индекс потребительских цен больше года находится на устойчивом высоком уровне более 5%. Это и заставляет ФРС намекать на повышение и не думать о снижении ставки. Высокие ставки не способствуют росту американского фондового рынка. Если вы ищете вариант для инвестирования в валюте, то, на наш взгляд, в текущих условиях замечающие облигации будут наиболее оптимальны в решении. В Минэкономике предлагают ввести поправки в закон об акционерных обществах и повысить прозрачность дивидендной политики. Сама дивидендная политика должна содержать данные о порядке определения размера дивидендов по акциям каждой категории, периодичности их выплаты и факторах, влияющих на распределение прибыли. Если собрание акционеров отклонится от такой политики, то решение нужно будет обосновать. А что меняется? Крупные компании в большинстве случаев и так имеют дивидендную политику, которую они могут не придерживаться, при этом давая хоть какие-то обоснования для рынка. Пока непонятно, что изменится. Возможно, государство будет на стороне мелких инвесторов и тоже будет задаваться вопросом, почему дивиденды не были выплачены согласно дивидендной политике. Или на законодательном уровне обяжут компании придерживаться див политики. Что ж, ждем 2025 год и посмотрим, как это будет реализовано. Представляешь, компания решила не выплачивать дивиденды и генеральный директор теперь едет президенту на ковер рассказывать, как так произошло. На этой неделе было не так много отчетов и позитивных новостей добавила АФК-система. За первый квартал чистая прибыль компании составила около 16 млрд рублей по сравнению с 10 млрд убытками годом ранее. Но рынок пока таких результатов не оценил. Много долгов и отрицательный денежный поток. На наш взгляд, акции компании и ее публичных активов, например МТС и Озона, находятся в сильной корреляции между собой. Это значит, что в случае IPO дочерних компаний акции АФК-система потенциально могут стоить дороже. Но когда наш рынок будет готов к новому IPO? Большой вопрос. Русал построит в Ленинградской области глиноземный завод мощностью 4,8 млн тонн и глубоководный порт. Строительство начнется в этом году, а завершить весь проект планируют в 28-м. Он обойдется компанией в 400 млрд рублей. Стройка будет идти за счет заемных средств. Слушай, вот так говорят, никто никуда не инвестирует. 400 млрд. Предполагаем, что рост закредитованности подтолкнет Русал давить на акционеров Норникеля, чтобы те повышали уровень выплаты дивидендов. За счет них Русал и сможет погашать долги. Если выбрать из двух эмитентов, то в долгосрочной перспективе мы отдаем предпочтение как раз Норникелю со ставкой на возврат к выплате дивидендов. И думаю, Русал поддержит нас в этом вопросе. Совет директоров Транснефти решил выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере чуть более 16500 рублей на одну акцию каждого типа. На дату объявления дивидендов див доходность составила более 11%. Объявленные дивиденды чуть превышают наши ожидания в 14000 рублей. Ждем итоговое решение на собрании акционеров, но неприятных сюрпризов, кажется, не ожидается. Поздравляем инвесторов, особенно тех, кто с нами на тарифе премиум. Там вы можете узнать о всех наших прогнозах и о дивидендах в том числе. Для всех пользователей сервиса Газпромбанка инвестиций мы составили новый модельный портфель на лето. В нем 5 компаний, которые, по нашему мнению, могут быть стабильны в сезон отпусков и могут показать рост за счет сильной дивидендной политики. Откройте счет в нашем сервисе, чтобы познакомиться с подборкой. Ждем вас на тарифе премиум. Еще больше качественной и глубокой аналитики. Переходите по ссылке под видео и оставляйте заявку. Увидимся на следующей неделе.